Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей главе Эммор. Говори священникам, и мы, наконец-то, опять в книге Вейкра, которая почти полностью посвящена закону священникам, возвращаемся к предписанию, связанному с чистотой, нечистотой, связанному с служением священников. Но я хочу с вами поделиться одной личной вещью, которая со мной произошла буквально недавно. Как я думаю, вы догадываетесь, одна из моих обязанностей, как раввина, в том числе и раввина, достаточно большой общины, это заниматься похоронами. И буквально недавно, впервые со мной произошла история, где позвонил мне человек, похороны чьей мамы я должен был проводить на следующий день, и мы уже обо всем поговорили, объяснили все традиции. Он позвонил и спросил меня следующий вопрос, цитирую. Молодой человек, а как давно вы отправляете людей на тот свет? Я, честно говоря, не совсем понял, что он имеет в виду. Он говорит, ну вы же раввин, вы занимаетесь отправкой людей на тот свет, делайте там церемонии, покажите мне свой диплом раввина. Я, честно говоря, немножко опешил, на тот свет я никого не отправляю. Более того, попытался объяснить новому человеку, что диплом раввина с этим никак не связан, да, я сдавал на законы Кошера, Шаббаса и так далее, но на самом деле этого человека можно понять, потому что в простом человеческом понимании священнослужитель, как мы воспринимаем раввинов или других духовных лиц, как к этому обычно относимся, хотя категорически против такого подхода, это непосредственная связь с миром иным. Во всех культурах это какие-нибудь шаманы, отправляют галеры с фараоном, как это было в Египте, взывания к духам Боба Марли и Гагарина, да даже в современном мировом монотеизме принято прийти поставить свечку за упокой души. Священники, о которых говорится в нашей Святой Торе, о которой говорится в нашей главе, о законах их святости, не имеют к этому никакого отношения, а совершенно наоборот. Наоборот, все служение священникам связано как раз с нечистотой и чистотой, и духовной чистотой, это разделение, установление расстояния между жизнью и смертью. Все законы, связанные с духовной, ритуальной чистотой священников, связаны с тем, чтобы они как можно дальше находились в какой-то даже источниках смерти, вплоть до того, что нельзя находиться в одном помещении с мертвым телом. То же самое и служение священникам по отношению к нам, к народу, это все в том, чтобы нас удалить от смерти, от роженицы до красной коровы, ведь вся идея смерти, это пришла к нам через грех древа познания, в этот момент и появилась нечистота и смерть. Именно поэтому в иудаизме священник это совершенно другой, другой человек, это человек, который нас уводит от смерти и к тому миру не имеет никакого отношения. Иудаизм это жизнь, и священнослужитель это тот, который оберегает, сохраняет, созидает эту жизнь. Тем более, когда говорится о нас с вами, что мы все народ священников. Я, как уже сказал, категорически против подхода того, что раввин это священнослужитель. Но, дамы и господа, когда вы приходите к раввину, не приходите, потому что вы связаны со смертью, потому что нужно сказать «кадиш» или «попрозвоните раввину, чтобы он поехал с вами на кладбище сказать поминальную молитву». Никто не звонит раввину и говорит «а поехали с нами в театр», а на кладбище так «пожалуйста». Нет, мы все народ священники, мы все священнослужители, но священнослужительные жизни в этом мире, а тем более, когда идет речь о памяти о наших близких, где настоящая память о их жизни – это наша с вами жизнь. Поэтому верьте в жизнь, не служите смертью, устанавливайте дистанцию, будьте священниками жизни. Успехов, до встречи, пока!